Ну, я помню, что, первое, наверное, секс, мне тоже было больно, потому что я, естественно, не могла расслабиться. Тут парень должен подготовить девушку, там расслабить, где-то там погладить, полизать, потрогать, и все, тогда будет классно. Анал, ну, законство моего с аналом было первое влить в жизнь, до порно, и после этого я заявила, что я в жизни не буду заниматься больше анальным сексом, потому что это было больно. И парень толком тоже, ну, как сейчас я понимаю, он не понимал многих вещей, как сделать, чтобы это было приятно мне, поэтому мне было ужасно больно, мы пару раз пробовали, я сказала, нет, все, больше никогда в жизни, он просил. Я сказала, нет, вообще, хоть уходи, ну, хоть бросай меня, но анальный секс нет. Раньше я думала, что-то делаю в члене, я думала, ну, если парень маленький член, то классно, можно, типа, анальным сексом заниматься без проблем. Нет, на самом деле, может быть, больно даже с маленьким членом, ну, там, средним, если он не имеет им пользоваться. То есть, с большим может быть классно, если он умеет им пользоваться, не больно. Вот так. Как можно заниматься анальным сексом? Это противоестественно, это больно, бла-бла-бла. Во-первых, больно это, когда ты не расслабляешься. А не расслабляешься ты, потому что ты не почистилась или не дочистилась, и сделал это плохо. Это очень взаимосвязано. Успех хорошего анала, это нужно почиститься очень хорошо. Такой не самый романтичный момент, если говорить о банальном сексе в жизни. Но это очень важно. Если ты хорошо почистилась, ты можешь расслабиться. Если ты расслабилась, то, когда тебе туда все входит, это становится приятно, а не больно. Секс, ну, допустим, секс до свадьбы плохо, да, я не считаю. То есть, создать свою жизнь с человеком, потом только узнать, что в сексе вы абсолютно не подходите друг к другу, но друг к другу это бред. И вся жизнь мучается. Секс это очень важная часть нашей жизни, и это давно уже нужно принять как факт, как данность. Это важно, это не плохо, это прекрасно. Вот, мораль. Кстати, я это очень люблю, когда мне делать, потому что я поняла, что, наверное, парень тоже любит, когда девочка ему там ручкой. Потому что я очень люблю, когда я пальцами, я очень завожусь, когда через одежду начинают пальчиками там надавливать, тереть. Это просто, блин, сумасшедшее. Я могу прям кончить, если не останавливаться. Это прям классно. Все через одежду. Это очень круто. Я люблю. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать в комментарии, что ты думаешь. Пока продолжаем. Кстати, когда мастурбируешь, бывает, и если быстро, то оргазм такой яркий. А вот чем ты вот растягиваешься, то удовольствие, тем он гораздо ярче замечал. Прямо как будто вот когда с парнем. Вот. Вот такое наблюдение небольшое. Было интересно посмотреть. Мы сидели как-то на кухне, твоей подругой, мужчиной. И мы обсуждали, что бывают такие моменты, когда заказывают девочек, и какие-то очень богатые чуваки в Москве, и смотрят, как их трахают собаки. Их выпускают во двор, какие-то здоровые собаки. И девочка должна вообще не выжить. Они такие, о боже мой, о боже мой, кошмар. Следом, мы полезли смотреть порно с собаками, как-то происходит. Но это не означает ничего. Моих парней были в основном такие достаточно хорошие. Мне везло прям, что сейчас в жизни сложно заниматься сексом, что ну ты никогда не знаешь, что же там, и что делать как-то вот, блин. Что такое уже, ну хочется, нормальный, не меньше среднего. Я знаю случаи, как вот, очень маленькие. У меня был один фанат, он скидывал в твиттер мне фотографии своего члена и писал тексты с таким сексуальным унижением. То есть, как правило, очень маленькие члены, они двигаются и начинают просить, чтобы их унижали. Вот он всегда писал, вот ты, русская девчонка, так приятно, как-то трахают эти негры со своими здоровыми членами. Ты такая вся маленькая. И вот я, такой русский парень с маленькой пипиткой. И он такие прям тексты писал. И его это же и возбуждало, на самом деле. И он скидывал потом фото, там прям, там внутри. Ну то есть, вот как бы он палый, что ли. Но при ночи жалко, на самом деле. И вот он просил, что он скидывал фото и хотел, чтобы я начала говорить, фу, как ты скидываешь свою пипитку, маленькую пипитку. Но я, собственно, не такой человек, я не люблю это делать. И он не перестал потом писать. Вот, но он ждал именно этого. Вот, это самое маленькое, которое я видела. Я считаю, секс это прекрасно. Люди, которые не могут вести такую открытую сексуальную жизнь, или там с детства воспитанность, что это очень плохо. Но в многих случаях, что-то ставятся маньяками, идут и насилуют потом. Поэтому нужно давать выпуск этой энергетики. Нужно заниматься сексом много, часто, везде. Не сдерживать себя. Ребята, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь. Я вас всех целую. Обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok